сегодня у нас номер 742 события дня господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешным псалом 3 3 многие говорят душе моей нет ему спасения в боге но ты господи щит предо мною слава моя и ты возносишь голову мою поднимите глаза ваших небесам и посмотрите на землю вниз ибо небеса исчезнут как дым и земля обвешает как одежда и жители ее также вымрут а мое спасение пребудет вечным и правда моя не пристанет мне эти слова очень близки потому что нападают точно также когда виду нет ему спасения в боге вас-то митрополит бросил в один раз в митрополите спасение ты мы его не бросали это он бросил даже раскол так щурка виноват или топор который колет мы ничего не сделали были зарегистрированы в русской православной зарубежной церкви там и остались нет спасения нету что только под себя подмет то вот вот как видел да и ж действует так и точно патриархийная ничем не отличается особенно если какой-нибудь там не дать его по миссионерский отдел попался да учится в семинаре у него на голове три головы еще вырастает и вот он плетет что-то зачем за мной смотреть то сам делаю что там хороший им отповедь найдутся люди без нас дадут или на 1 пишет очень понравилось чтение на одном вздохе бога вдохновенно это библии толкование сейчас выставили спасибо за труд слушай здорово бога вдохновенно вот как еще считать самой нет время так наушники и считаем уже двоем там где двое или трое бог посреди них во имя христово благословил господь труд ваш вот выставил один ролик посетители немного там 150 но среди них то вот какой а где там четыре с половиной миллиона то одну песенку спели то ну чё ну поинтересовался ушел и забыл мне максим этот я показать могу даже сейчас где-то если кто не знает что такое надо сейчас открыть так сообщение вот сайт к истине называется и вот он пишет максим добрый день я помню вы приводили стих про то что если к двадцати пяти годам не загорелся ярко то толку уже не будет можете напомнить он статьи пишет я всегда рад когда он обращается в прошлый раз это где такое если выражение так примерно он сказал где-то вы приводили он тут был потерявки то память у него хорошая ну я бы сказал да это исидор пилосиотской горы это так сказал предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум и эти которые там семинаре это маленькие это шкода то учится то ну ну кто они такие то он еще не понимает и христианской жизни не такой его вытряхно оттуда никуда не годен я привожу ему но если четверть века позади а ты еще не звонок и не ярок еще не приготовил свой подарок то от тебя подарка и не жди 1961 год ну вот так ему послал так еще же ему второе то не не дали ничего даже очень удивительно это к ему написано было письмо вот я дальше ему пишу дорогой брат максим у меня есть желание запустить вас к себе на склад там вы найдете для себя не единожды нужное по поэзии когда я вел занятия в университетах то объявил примерно так что следующее занятие и в течение месяца буду отвечать не только по святой библии на ваши вопросы но и на каждый вопрос приводить стихотворение шести поэтов которые говорили хотя бы один раз по заданному вам вопросу а это означает 300 поэтов за 300 лет примерно 20000 файлов я могу вам прислать но только на skype потому что книги 752 страницы у вас есть программа page maker спрашиваю есть нет эта программа позволяет считать книжный вариант постранично если нет то я могу прислать вам одним файлом в ворде но только через skype повторяю в самой книге у меня есть и фотографии поэтов эти книги находятся и в центральной библиотеке томска максим то там если эту книгу просят посчитать литераторы то они сразу уводят не пряча под полу готовая заплатить в пятикратном размере так выйдите на меня по skype я сразу же вам скину нужную для вас книгу игнатий лапкин 25 декабря но двадцать пято это событие за вчерашний день вот ну и тут я то отправлю потом рустам пишет он крестился русик игнатий тихонович посоветуйте мне пожалуйста как не вести себя на должности заведующего чтобы не расхолаживать людей и в другой момент они обидеть моей строгостью ну врач он в италии я отвечают мои ответы какие матфея 7 12 итак во всем как хотите чтобы с вами поступали люди так поступайте и вы с ними ибо в этом законы пророки лука 6 31 и как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними как с подчиненными быть 1 фасоникистан 2 10 свидетели вы и бог как свято и праведно безукоризненно поступали мы перед вами верующими потому что вы знаете как каждого из вас как отец детей своих мы просили убеждали умоляли поступать достойно бога призвавшую нас свое царство и славу все мой ответ где ни одного слова не добавляю он говорит игнатий тихонович посоветуйте мне пожалуйста так не обидеть свои да это говорит об этом я ему так почему-то тут повтор получился так рустам отвечает спаси господи игнатий тихонович помолитесь за меня пожалуйста чтобы мне бог даровал человеколюбие смиренно-мудрия терпение и крутость человеколюбие на шведей найти надо смиренно-мудрия терпение и крутость я очень хочу быть хорошим христианином исполнять слова в точности слова точности большими буквами ну иисуса новина 1 8 но слово меня судит как человека ненавистника злопамятного гневливого буйного порой как сквернослово злодея вот какие слова человек нашел в обречении себя заранее благодарен хочу чтобы бог даровал вам многие лета чтобы вы как и прежде могли делиться своим колоссальным опытом для православных христиан всего мира ну всего не знаю но двести девяносто девять человек на форум вчера пришло слава отцу саваофу и господу нашему и спасителю иисусу христу во веки слава аминь роман н фроликов оказывается святые отцы сами себе противоречили в разное время их жизни и друг другу не противоречили тоже поэтому все слова всех святых надо смирять с евангелием тем более что он будет судить нас по своему слову а не потому как сказали люди хотя и святые этого первых вот со евангелем так говорится с евангелем если начинается со то следующая согласная тогда со а если следующая гласная то сэ просто так с евангелем вот так но иногда при том когда со пишется то редко надо знать со всеми так последнее время мне господь ответил на молитву я просил чтобы господь послал перечисляю что ушло сделать пришлось чтобы развить свои таланты обнаружить и добрых помощников наставников и советников я молился тридцать семь лет чтобы помогли мне с тем сокровищем которое бог позволил мне обрести выйти к народу но как это сделать выставили в интернет это все там сайт много заходят и посещение даже не узнаешь а вот сейчас нашлись люди которые трудятся над этим и они по отдельности берут счастье снажают фотографиями с музыкой и сразу посещаемость изменилась я вам отвечу мир вам сергей александрович фотографии которые просили не ужаты я нашел то есть в архивах и набрал более трехсот кроме того сканировал более двадцати документов их все нужно будет использовать в автобиографии моей которые я вам послал если будете делать дополнительные ролики о деревне о лагере стани которые материалы все в книге для слова божия нету оглавление я послал вам и дальше вот это вот кистини один народ вот так форгоц это конечно большой объем работ но так как это будет выставлено на ютубе с таким множеством хороших фотографий то мертвое стадояние уже книги на сайте во свете библии закончится я даже не смею напоминать вам об этом но вы сами сказали об этом по оглавлению вы сделаете подборку страниц по сто двести и мне видится так что лучше вас никто это не сделает если вы не начали работать над Дьяченко а сам Григорием и другими материалами там четыре книги его я начитал то желательно что вы приступили к этой работе начиная с моей автобиографии у вас это получится я так и вижу фотографии и документы ставьте там где посчитаете нужным фотографии и документы уже закачаны и находятся здесь на диске есть показы сегодня постараюсь заняться снова архивными фотографиями не ужатыми эти материалы которые вы выставите будете брать с книги и когда они будут по тематике со множеством хороших фотографий с ними легче будут познакомиться посетители наших ресурсов фотографии сданные в архивы на хранение мало кому известны хотя в ужатом виде многие из них находятся в моем мире ролики могут быть с хорошей музыкой вы сами смотрите что взять подходящего в этой тематике на вчерашний день целиком весь день не выходил из дома но уже в темноте с братьями пошли тепло погулять по двору я говорю заключенным по закону в тюрьме с сидящими дают один час на свежем воздухе чтобы выводили их а у меня пять минут даже не получилось вчера ну вечером маленько там несколько может быть десять больше минут погулял ну и сразу коснуться наших ресурсов чтобы люди знали куда обратиться вот это мой мир я люблю эту организацию так называем ресурс вот она где у меня никак не переносилось а вот Сергей Птушенко об этом сказал как вчера он написал и написал очень интересно вот если у кого не будет это дело то ну надо просто посмотреть как повторяю Сергей Евтушенко его сейчас нет и на работу видно пошел вот и вот он мне пишет смотри как почти не знаю систему мой мир тут я плохой помощник можно попробовать загрузить ролики напрямую с компьютера если проблем не будет значит это какие-то внутренние настройки я так и сделал но ошибка все ошибка не идет так настройки ютуба email.ru конфликтуют я говорю благодарю и сразу занялся этим выставил закачал на рабочий стол а потом туда все как надо показывают что закачивает кончилось нигде ничего нету Игнатий Тихонович насчет системы мой мир можно еще попробовать несколько вариантов попробуйте зайти с другого браузера вот хром вчера это сделал Никита тут я без него тут шагу не шагну попробуйте почистить ваш браузер и очистить все это кукле в браузере что-то такое что-то очистил Никита тут там много было только при этом все пароли настройки будут удалены точно нас не пускало но как точно он знает будто к этому будьте готовы Никита должен это сделать легко я думаю сделал ну с этим повозили с паролями не люблю меня но никак они на телефон скинули номер проверили молодцы тоже возможно нужно будет обновить about flash player с официального сайта это уже мы ничего не делали потому что загрузились все перенес я туда около 20 роликов сразу за два дня показывает это сколько перед установкой советую так только перед установкой советую снять галочку заполнительного предложения и последнее у вас антивирус стоит на компьютере я отвечаю стоит антивирус Касперского я отвечаю как будто бы за моим компьютером наблюдают профессиональные программисты Сергей отвечает вот в нем есть такая функция называется антибаннер Никита антибаннер ты знаешь нет да да знает ну ты его не смотрел а антивирус антивирус что это такое это все Сергей пишет и вот он работает там над житиями в нее нужно внести он говорит это блокировка рекламы всякой система видимо она блокирует и нас видимо так это это может быть проблема с переносом но нужно внести их ээээ систему подлечить или что такое пишет там можно попробовать просто антибаннер отключить так тогда нас задушат они благодарю придет Никита я ему это покажу по славу Господа Иисуса Христа отвечает Сергей милым Игнатий Тихонович так загрузив четвертый век каталог обновил нумерацию и проверил ну я уже скачал у него по шитьям он работает и вот здесь показывает где пробовали уже исправлять мой мир как я советовал да пробовали уже закачали все ни одного пропуска не было но трудно переходить с хрома а каждый раз менять пароль тут ой 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 я пока не уверен не перевели только в рамки так в храм только в храм и записалось никакой чистки не было жития идут не по порядку потом буду сверять почти все благодарю но забрал почти все то есть у него такая переписка больше от него не было вчера был меня интересует теперь мой форум показать православный форум 1600 тем теперь это почему-то туда канал наоборот первый канал должен быть вот он канал 9960 подписчиков то есть через неделю вполне может быть 10 тысяч и здесь 9 миллионов 935 тысяч оно по 10 тысяч добавляется ну в течение полмесяца будет 10 миллионов просмотров ну и 9 тысяч там сто примерно наших видеороликов надо чтобы знали и вот теперь показать наш сайт с которого многое берем главные вопросы и ответы вот эти сейчас где-то они у меня здесь были как сможем или нет еще так государство вот оно где ой голуби у меня воркуют вопрос для 1441 11 том открытым оком вы как-то отвечали на вопрос от чего такие правители в россии хапуги и глупые что не любят свою страну и разоряют свой народ что будто бы кто-то из пустынников молился богу о том же получил ответ дал бы хуже да не нашлось во всей россии это что простой рассказ или был исторический случай какой-то где-то я отвечаю книга профессора карташова а в вселенские соборы страница 476 кавычки у хронографа доропея мономасийского записано такое сказание об императоре фоке кавычки один богоносный муж имеющий дерзновение к богу слыша о царских злодеяниях возопил господу господи боже за что же ты прогневался на народ свой и поставил такого царя тирана за что такое наказание чем провинился народ твой что ты предал его во власть такого кровожадного волка и был это богоносному мужу мужу от бога откровения много я старался найти царя похуже чтобы наказать народ за его своеволие но не мог найти хуже фоке а ты впредь не искушай судеб божьих это ему так было сказано этому мужу фоке был подполковником но сверх доброго императора маврикия и казнил его и пять его сыновей и жену и дочерей даже вообразить не может вот откуда это как ленин точно так же всех казнил и продолжал с ума сходить ося 13 11 и я дал тебе царя в огне его моем и отнял в негодовании моем исае 59 2 но беззаконие ваши произвели разделение между вами и богом вашим и грехи ваши отвращают лицо его от вас чтобы не слышать грехи отвращают езекииля 36 31 тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши судьи 3 12 сыны израилева опять стали делать злое перед очами господа и укрепил господь еглона царя мавицкого против израильтян за то что они делали злое перед очами господа вот такая записка такой краткий ответ на этом сегодня считаю все пока вот так